Ван Гог 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 Конечно же, земля, которая была под ирисами и вокруг ирисов, не была красной. Но художник преувеличивает этот цвет для того, чтобы оттенить зеленый, озвучить, ярко озвучить картину. Поэтому не будем удивляться, что земля рыжит, краснит, а будем следовать его примеру при необходимости и действительно делать вот такую нарядность, которая в принципе сгармонизирована вполне. Крупной кистью, шлепками мазочков, какими-то червячками мазочков, уточняет художник. Расположение цветков и их изящество. Также Ван Гог смотрел, находясь на пленэре, на цветки, как мы сейчас подсматриваем его работу с репродукцией. Ван Гог смотрел, находясь на пленэре, на цветки, как мы сейчас подсматриваем его работу с репродукцией. Есть некоторая нервность, торопливость письма. В этом тоже есть смысл. Вы видите, художник как бы немножечко торопится понабирать, понабирать всю картину. То есть сам себя толкает на динамику исполнения нас, на порывистость исполнения. Вряд ли можно такую живопись слишком уравновешенно исполнять. То есть, конечно, нужна вот эта эмоция, скорость, легкость. Субтитры создавал DimaTorzok Реальная картина Ван Гога где-то в полтора раза меньше, чем тот холст, который мы взяли. Но для того, чтобы видеть, лучше видеть манеру исполнения, сознательно выбран холст покрупнее. Субтитры создавал DimaTorzok Ирисы между собой в неком танце. И немножко такая лопоухость лепестков, которые смотрят вниз. И получается некая такая трапеция, которую мы подсматриваем и набираем на холст. Ирисы в неком танце находятся в своих лепестках, в своих листьях. И это, конечно, делает их очень выгодными для живописи. Белый рис художник кладет мастихином для того, чтобы и перебить подкладочную красочку. Ну и чтобы звучно лег этот белый цветок. Сейчас начались линии, которыми изобилует картина. Ван Гог любит собирать в линейный рисунок, в линейный каркас предметы на картине. И мы вот сейчас выбираем, как и он, вероятно, выбирал самые интересные лепестки. И вы видите, даже есть нарушение рисунка, который был набран цветом. То есть перелинейный рисунок где-то уточняет движение листьев. А что-то остается таким, как изначально положено. Очень удобный ход. Разумный ход. Вообще вот этот каркас темных линий, темных обводок. В этом, конечно, Ван Гог преуспел. Делает это очень, как великий рисовальщик. Линии, вы видите, достаточно изящные. Он и кистью подкручивает их. И, как бы, немножко почти валяет дурака кистью. Вы видите, картину он пишет сразу всю. То есть не застревает в каком-то углу картины или месте картины. То есть он должен поскорее набрать все цветовые пятна, все силуэты. И срочно понабирать все интересное. Вообще есть такое правило в живописи, что писать нужно так, чтобы в любой момент, когда у тебя отняли картину, на нее можно было бы смотреть и ее прилично было бы экспонировать. Вот вы видите, что даже в этом состоянии картина прилично выглядит, даже в этой недосказанности. Поэтому всегда имеет смысл писать всю картину, не выписывать отдельные куски. То есть это как бы дурной тон, выписывать отдельные куски при неработающих соседних пятнах. Я думаю, что Ван Гог, будучи гением, поступал именно так. Ну и судя даже по экспрессии письма, видно, что он не застревает, что он гонит, гонит работу к финишу. Субтитры создавал DimaTorzok Вы видели только что, как на палитре много краски, как она добротно раскурочена. Так что в кисти краски предостаточно. То есть мазок густой, максимально густой, какой может захватить кисть с палитры. Ну вот устав от одного куска, художник набрасывается на другой, уточняет его, веселит его разноцветицей мазков. Субтитры создавал DimaTorzok Видите, недолго художник развлекался с земелькой, снова бросился за линейный рисунок. И это нормально, нормально для эмоциональной живописи и вообще для живописи, когда все-все пишется, все подгоняется. Ни один кусок не отстает от другого. Видите, ребром кисти художник укладывает краску. То есть он не взял мелкую кисточку, а вот этой крупной кистью, имея возможность сдать на холст большое количество краски, густое количество. И здесь тоже, то ребром, то плоскостью кисти набрасываются червячки маргариток или еще каких-то цветочков. Где-то, видите, еще и холст остался не запятнанным. Но, тем не менее, и эти беленькие пустышки тоже участвуют в ритмах. В данном случае они смотрят по вертикали, в других местах по горизонтали. Иногда даже могут остаться до конца работы в таком виде. Разноцветится. Художник берет разные цветовые. И подбрасывает их. Чтобы преодолеть зеленый, Ван Гог воспользовался мастихином и укладывает густой краской оранжевые цветки. Разбрасывает их по верхней части картины. Субтитры создавал DimaTorzok Белые мазочки тоже пока укладывает мастихином. Где-то их придавил, чтобы они стали частью этой среды. Ну, а что-то кистью. И вы видите, у этих цветков характер горизонтальный, у рыжих. И вот эти ритмы горизонтальные, вот эти ритмы все больше и больше объявляются на холсте, создавая ван-гоговщину. Играет музыка. Мелкой кистью, взяв уже более красный цвет для того, чтобы рисовательный эффект произошел, художник укладывает рябь лепестков по краям. Кисть как бы немножко нервная для того, чтобы как можно более разнообразно, стихийно уложить мазочки красного цвета. То есть не потому, что художник внутреннюю дрожь испытывает, а он сам себя как бы немножечко накачивает вот этим нервным состоянием, чтобы это все максимально эмоционально, интересно, разнообразно улеглось на холсте. Видите, как бы кисть немного трепещет. Более синие мазочки. Немножко видно с желтым. Такой ультрамарин. Пользуя ультрамарина синий. Тоже дает эффект этих, этот рисовательный эффект стволиков, стебельков. Некое баловство, похоже, такая укладка, то есть нет этого порядка, нет вдумчивости письма. И это хорошо, это в этом Ван Гог. Вы видите, густой краской земельного цвета, он буквально раскурочивает листья, чтобы потом сверху снова дать листья. Но сейчас он уточняет силуэты этих листьев. Раскидав более крупные вначале мазочки, сейчас более мелкой кистью и еще более густой краской наваливает, наваливает буквально краску на холст. Берет разные цветики, вы видите, создает из них ритмичные стайки. И от этого богатеет, становится более плодородной вся поверхность холста. Музыка. 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 Видите, какая разноцветится прикосновений, то есть тут и красный, тут и желтоватый, тут и желтовато-зеленый, и зелено-красный, седоватые мазочки. То есть все-все-все-все делает общее тоновое и цветовое пятно похожим на участок земли, но несколько преувеличенным в цвете. Музыка. То есть если земелька обычно в это время года, да и во все времена года коричневая какая-то. Какой-то вариант коричневого, то увидите, у Ван Гога коричневого вообще нет на холсте. Есть впечатление о коричневом. Музыка. Музыка. Видите, грязноватый, ну как бы не грязноватый, а сложный цвет зеленого, в который вмешался и желтый, и красный, и разбил, делают. Вот эти болотистые цветики, которые дополняют и сгармонизируют, успокаивают красную землю. КОНЕЦ 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 Ну вот разноцветица стала появляться, обильно начинает появляться и в листьях, то желтым снабжается, потом и голубым снабдится, дополнительно голубым. То есть, выдавив на палитру несколько вариантов голубых и зеленых, художник укладывает вот эту разноцветицу листьев. КОНЕЦ 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 Первый вклад в цветы, видите, не вполне еще точный То есть это пока разбел ультрамарина Который будет потом снабжен разноцветицей Плюс розовый, плюс разбелый или минус разбелый Ну а пока вот идет рабочая укладка цветков Видите, как смело решаются вопросы с уточнением С мастихином была снята окраска Опять видите линейный рисунок Кисть почти параллельно холсту лежит И с жестом руки художник протягивает Уже жестом руки намного легче работать Поэтому вот таким жестом руки художник протягивает основные линии В листьях И вы видите, как они выглядят сделанными с одного раза Что, конечно, делает их мастерскими по исполнению Ну и, соответственно, всю картину делает живой, динамичной Абсолютно хитренько, конечно, Ван Гог решает вопросы вот с этими лепестками Разбрасывая мелкие мазочки, червячки мазочков под цветками И тогда они действительно совсем уж начинают плясать Совсем уж начинают двигаться на холсте То есть эффект колебания их жизненной энергии становится налицо То есть мелкие мазочки, которыми он снабжает цветки Это и разбелы голубого, или в данном случае ультрамарина И ультрамарин с розовым в разбеле И чистый ультрамарин, который кое-где даже положен мастихином Для плотности, для смоленистости И обводочки, конечно, когда ультрамарин без разбела С розовым, темным Дает такие вот эффекты рисовательные То есть это не черный Это он берет синьку с розовым И дает вот такой эффект Хотя в каком-то случае мог бы быть и черный Вы видели на палитре Синий с розовым дал очень глубокий Смоленистый черноватый цвет Но не черный Очертания листьев тоже художник укладывает жестом руки То есть нет робкого выписывания То есть каждый жест делает Это поступок на холсте Поэтому все выглядит таким легким и роскошным От того, что темные краски вмешиваются в более светлые Есть процесс их разумного единения Это тот целлофан, в который были завернуты бутоны Цветок раскрылся Целлофан остался на стебле Вы сами видели у ирисов эти целлофановые упаковки Какой-то розоватый цвет Укладывает Ван Гог Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В природе, конечно, нет такой Активной тоновой разницы В цвете лепестков Но Когда, конечно, они освещены Ярким солнцем То у них появляются белесые И менее белесые Но я думаю, что Ван Гог С легкостью преувеличивает, где ему надо И мы видим эффекты от этих преувеличений Сейчас появляются Дополнительно розовые Аргументы Фиолетоватые вот эти Мастер как бы торопится Уложить множество этих мазочков Чтоб и цветки стали вровень картине По своей Заритмичности Заквашенности Чтоб и у них Кроме их силуэтов танцевальных Чтобы танец происходил И внутри каждого лепестка И вы видите Что делает он это С какой-то особой энергией С легкостью То есть не очень задумывается Над своими поступками Но чувство ритма Дает ему возможность Приизящно наполнить цветки Вот этими червячками ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наличие первого слоя краски Подкладки Новый густой слой Дает иметь Дополнительные ритмы Колебания Муар Этих Жилочек Цветовых и Тоновых Что конечно делает Еще и еще более живыми Эти лепестки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот мастихин дает более смоленистый лист Как темные места Неосвещенные места ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите как Как Сбонко Садятся на холст Как дают мерцание рисунка Где-то Напряжение рисунка За счет этой темноты Где-то Рисунок почти Равен фоновому пятно Ну и пропадает Растворяется в фоне И это конечно Вы видите Очень Выразительно звучит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы видите Как сейчас В центральном лепестке Разделен лепесток На две части Корпусной линии Центральной этой линии И как это Изящно звучит Прицелившись художник делает Видя по нескольку движений То есть не один мазок Робенький А прицелился И выстрелил В целую очередь У мазочков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы видите Вы видите Вместе с рукой Мазок укладывается Вместе с рукой То есть движение делает Не только кистью А всей рукой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие места Это намеки на будущие Тычинки И беленькие полосочки Вокруг этих тычиночек Это все на ирисах есть Пока в рабочем порядке Худорник укладывает Целлофаны В которые были завернуты Бутоны И немножко дал места В районе тычинок Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на короткий мазок между листьями Тем не менее он сохраняет горизонтальный ритм Чтобы Даже Оттенить вертикали Лепестков От листьев От горизонтали Земли второго плана Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все время, видите, жест руки идет Какой пироед сделала рука в воздухе Такой остается и на хвосте Если в целом Если у нас много На картине вы видите Черноватых Мазочков Ван Гог в данном случае еще и Голубенькие Очертания дает некоторым Листьям То есть это он берет Допустим уже небесно-голубую Или еще какой-то Близкий цвет К небесно-голубой и укладывает Полутон Обрисовок своих любимых Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы видите, что это уже Второй слой по-сухому Вероятно, Иван Гогу понадобился Второй сеанс Может быть, он на следующий день вышел Когда краска чуть-чуть привяла Присохла И можно доуточнять Доуточнять и цвет И форму И вы видите, что мазки Ложатся, не поднимая Нижний слой Ну и этот слой краски Тоже кладется в полную силу Столько, сколько может взять кисть И донести до холста И в этом, конечно, движ В этом Эффект масляной живописи Которая любит фактуру Любит густоту краски И густоту краски Решает очень многие вопросы Вопросы рисунка Ощущение предметов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Интересно, что и в листья он тоже укладывает При первом рассмотрении картины Это, может быть, не сразу заметно Но, когда мы смотримся Он и листья снабжает Мазочками вдоль Для того, чтобы наполнить их ритмом И дополнительным содержанием Чтобы, так сказать, глазу было что рассматривать И в этом, конечно, тоже Ван Гог Ван Гог От этих мелких мазочков Листья начинают лосниться Содержанием, освещенностями И это, конечно, делает намного богаче Всю картину Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Чередование линий, которыми он окружает цветки, чередование линий происходит то толще, то тоньше, чтобы напряжение рисунка менялось, и, соответственно, касание к фону. ДимаTorzok Живенькость появлялась, неоднородная. И от этого появляется мерцание переднего плана и второго. Уход где-то в пространство касаний цветков или лепестков, а где-то, наоборот, напряжение и вывод на передний план – это все художественные приемы, приемы, которыми прекрасно владеет Ван Гог. Вот уже такие вещи, которые марафетного характера, когда просто идет уточнение, оформление, подрезывание. Продолжение следует... Вы видите, насколько обогащен пласт этой земли, насколько много в нем всякого содержания. То есть нет этой элементарщины укладки, есть письмо, полюбленность всех мест в картине, несмотря на скорость письма, несмотря на динамику письма. Все полюбленно, и теперь марафетом доуточняется. По-сухому легко обводить, поэтому все, что нужно было ввести, художник оставил на второй сеанс. И сейчас вы видите, как легко решаются такие вопросы. КОНЕЦ Вы сейчас видите, как выгодно звучит вырезанность листьев на фоне светлой земли второго плана. То есть мы понимаем, что там залитая солнцем площадка. И солнечность дня от этого, конечно, выражается. От красности земли тоже выражается, потому что солнечный свет делает все, что освещает, делает оранжеватым, желтоватым. И несмотря на то, что солнечных зайчиков, как у Ренуара, нет в картине, но есть, но Ван Гог решает этот вопрос цветом краснотой земли, вырезанностью темноватых листьев на фоне светлой площадки, освещенной солнцем на заднем плане, и это начинает звучать. Вы видите, сколько лихих закрутеликов положено в районе листьев и в стволах. Ну вот умение таких закрутеликов, творить такие закрутелики, конечно, выделяет Ван Гога. На фоне других импрессионистов. Тоненькой кисточкой он все равно влагает густую краску. Вы видите, как она кроющим образом укладывается. Вот он себе расчищает палитру для того, чтобы заняться цветочками уже на чистовую, чтобы наполнить чистым мазочком лепестки цветов. И вот сейчас разбил, ультрамарина ложится на холст. Такой сиятельный эффект на фоне этих темноватых мест украшает цветки. Я имею ввиду, сиятельный эффект украшает их. Ну и ритм мазочков, конечно, это вообще бесподобное решение, до которого додумался первый Ван Гог. И, по-моему, с тех пор подобным образом внятно никто не писал так. Так. КОНЕЦ КОНЕЦ Вокруг тычинок у ириса есть вот такие полосочки. Ну вот, в свойственной ему манере он укладывает белесые полосочки, которые дополняют ритм всех цветков. КОНЕЦ Взяв какую-то светлую тональность, он разбрасывает ее на всех цветках, где это уместно. Потом берет другой цвет, другую тональность. И тоже проносится, как пчелка, по каждому цветку. КОНЕЦ Одна линия толще, другая тоньше. Одна линия подчеркивает низ и делает его тяжелее, более толстая линия. Другая тоненькая, только слегка очерчивает верхнюю часть. Это нормальный трюк, прием. Густой краской он как бы начвякивает тычинки, которые имеют рыхлый характер. Если бы мы посмотрели сейчас на ирисы, мы бы легко вспомнили про эти тычинки и про их вид. КОНЕЦ 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 Вместе сталкиваются, достаточно рябое такое, мерцательное, мерцательный характер появляется, хотя тональность общая практически однородная. Но за счет густотой краски, за счет насыщения фактурой, два ритма очень весело сожительствуют. Вы видите густотой краски, как вкусно укладывают лепестки, прямо архитектура лепестков появляется. То есть уже второй слой настолько мощно упаковал густотой краски лепестки, цветки, что они звучат. Вот есть такое понятие в живописи, звучит, не звучит. У Ван Гога звучит, архи звучит. Потрясающе звучит. Возможно, мы еще полюбуемся на работу Ван Гога в пейзаже, где он... ...творит свои чудеса. Вот это будет пока первый такой фильм. А Бог даст, сделаем и... ...какой-нибудь его... ...известный пейзаж... ...с этими потрясающими ритмами... ...с его потрясающим цветовидением... ...известные песни... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Видите, он берет то одну цветовую историю, то другую И набрасывает, набрасывает Но все в принципе в одной тональности В данном пятне Одна краска вмешивается потом в другую И становится такая рябь Ощущение множества И, конечно, полное впечатление травы Художественно решенной Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Вот сейчас голубой вмешивается в пределы зеленого И цветки становятся как бы вторым планом Они чуть-чуть замусолены в зеленую траву И, соответственно, отделены от первой группки ирисов И мы в них, конечно, сразу узнаем цветы второго плана Он их не сильно обводит Только легкие намерки Добро пожаловать в Казахстан! Кисть как бы делает пироэты в воздухе Как бы ища себе Имея уже какую-то тональность краски И цвет краски Как бы ищет в себе место, куда приземлиться Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Еще немного густой краски и в эту часть картины, чтобы уравновесить ее с другими частями. Видите, еще здесь много седого холста. И Ван Гог, конечно, наполняет и эту территорию. А заодно усложняет сюжет цветков. Субтитры создавал DimaTorzok Вы видите, все вмешивается во все и становится частью целого. И дальник, конечно же, должен быть более обобщенным, чем передник, поэтому все вдалеке вмешивается друг в друга и становится разумным, успокоенным пятном. Но при этом исполненным ритма и густой краски. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! В целом, конечно, не выглядит хаосом, а выглядит вполне заритмованным, внятным. Ван Гог вставляет в него теневые голубизны. И снабжает тоже рябью этих червячков. Видите, даже теплые мазочки укладывают. Вот закрутелики тычинок. Буквально закрутелики. Представьте себе, что Ван Гог сделал бы тычинку вот такой, как она есть, совсем естественной, без густой краски, так деликатненько подшлепал бы туда макательно. Нет, он крутит, все время крутит свои червячки. И это делает тычинки тоже частью целой идеи ритмов. Субтитры создавал DimaTorzok Уже, конечно, последняя укладка. Где-то кисть еще находит, куда прикоснуться. Ну, вот и кажется, Ван Гог закончен. Видите, какое волнение в цветках, в лепестках. Прямо весенний ветерок все это обдувает. И, конечно, честь и хвала великому мастеру. Ну, вот настоящий движ на холсте. Все во всем, все волнуется, все перетекает. И вот эта густота краски, которой славится масло. Разноцветится, которую может дать только масло. В таком изобилии. Все это есть на холсте сейчас. Видите, какая возня Моско, прямо возня, возня. Ну, возня святая, праведная. Музыка 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 Музыка